Трактор, погрузчик, два КАМАЗа и 10 рабочих. На улице Семашка началась большая реконструкция проезжей части. На участке протяженностью почти 750 метров необходимо заменить тротуары, причем с обеих сторон, и обновить дорожное полотно. Согласно проекту, пешеходная зона станет уже, но зато больше не будет луж, которые после дождя здесь мешали прохожим. Сейчас мы углон на дорогу будем делать, вода туда ходить. То есть дорога будет выровнена? Пешеходный вот это поднимается где-то 30 сантиметров выше. Здесь понижающий порт будет, а там хуже идет, там выше, а до асфалта 15 сантиметров будет выше. По направлению в центр города зону пешеходной дорожки уже подготовили к ремонту. Старое покрытие сняли, частично заменили бортовой камень. То же самое сейчас выполняется и на второй стороне. Ремонтные работы на этом участке начались буквально несколько дней назад и продлятся до середины мая. Сначала дорожники заменят тротуар и бортовой камень, ну а после приступят к замене самого дорожного покрытия. Так что в ближайшие две недели на этом участке будет затрудено движение. Зато потом автомобилисты почувствуют существенную разницу. В результате реконструкции проезжая часть станет шире, пробки меньше. Ремонтные работы на этом участке проводятся в рамках губернаторской программы. Кроме того, средства на обновление дорожно-транспортной сети запланированы в городской казне. В этом году у нас предусмотрено пока что три объекта. Улица Колпакова два участка. Один участок – это улица Волковское шоссе до Новоматичинского проспекта. Второй участок у Колпакова – это улица Станционная и улица Симашка. В настоящее время уже по улице Колпакова работы начались. Производится замена бортового камня, ремонт участков тротуара, которые находились в неледовательном состоянии. Сроки окончания работ по улице Колпакова планируются до 1 июня. Что и где необходимо отремонтировать помимо плановых работ. Фиксируют в ручном режиме, затем оцифровывают и включают в краткосрочную программу. Уже на текущий момент по ямочному ремонту зарегистрировано более полутора тысяч ям на территории городских дорог. 1300 ям более уже устранено. До сих пор устранение продолжается, фотофиксация не останавливается. Мы продолжаем выезжать, что по обращениям граждан пытаемся в основном предвосхитить. И все дороги обследуем ежедневно, объезжаем, находим ямы, фиксируем, даем задание подрядчику. Кроме дорог и тротуаров, предусмотрены работы и на проблемных участках велодорожек. Также ведется разработка проектно-сметной документации для реализации крупного веломаршрута Москва-Питер. Всего в этом году на ремонт дорог в Мытищах направят порядка 80 миллионов рублей. Продолжение следует...